Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео по многочисленным запросам я делаю ревью на вот такой вот набор от Benefit. Этот набор называется Legally Bronze и девчонки многие просили рассказать, что я думаю о тех продуктах, которые находятся в наборе. В первую очередь расскажу, что купила я его на сайте Sephora. Я могла его купить в магазине также, но мне больше понравились те подарки, которые дарятся онлайн покупкой, поэтому я решила сделать именно так. Набор этот стоит 35 долларов. В него входит 4 продукта и все 4 полноразмерные. Если бы эти продукты я покупала по отдельности, то я бы заплатила более 100 долларов, поэтому я решила, что это была бы вполне неплохая сделка и имеет смысл приобрести этот набор. Итак, что же входит в набор? В набор входит 4 продукта. Это Hoola Bronzer, High Beam Highlighter, золотой карандаш для глаз и, в принципе, они пишут, что для губ его тоже можно использовать, но я пока не пробовала. И коричневая тушь Bad Girl. Вот так вот выглядит, собственно, упаковка, то есть это косметичка. Она открывается вот так вот, то есть от конца до конца и в ней, собственно, находятся продукты. Давайте я буду вытаскивать каждый по отдельности и рассказывать, что я о нем думаю. Итак, первый продукт в этом наборе и, собственно, тот продукт, из-за которого я заинтересовалась этим набором, это вот такой вот знаменитый бестселлер Hoola Bronzer. Сразу скажу о минусах. Мне не нравится упаковка, в принципе. То есть она выглядит красиво, очень мило, но она абсолютно непрактичная, в сумке носить ее невозможно и я ее там пару раз запихала в косметичку и я уже вижу такие потертости небольшие на картоне. Это минус серьезный. Но, с другой стороны, она очень красивая, если вы не планируете никуда его таскать, а он будет стоять у вас на столике, то очень красиво, очень мило. Сейчас покажу, как все выглядит изнутри. То есть крышечка снимается вот таким образом, внутри лежит кисть, но кисть в принципе бесполезная, то есть если у вас есть хорошие нормальные кисти, тогда, конечно, вы ей пользоваться не будете, но если ничего с собой нету, то, в принципе, можно использовать. Далее идет такой вот ограничитель и вот так вот выглядит сам бронзер. Этот бронзер у меня сейчас на лице. В принципе, все продукты, кроме туши, я сегодня использовала у себя на лице и очень, в принципе, довольна. Тушь не открываю только по той причине, что у меня сейчас несколько есть уже и я не хочу, чтобы она пересыхала, потому что, сами знаете, срок жизни туши ограничен. Что касается самого бронзера, мне очень нравится, что он абсолютно не отдает вражину, он очень хорошо пигментирован. Единственное, что я сейчас достаточно светлого оттенка, поэтому я использую кисть Дуа Фибра при его нанесении, чтобы не переборщить, потому что я не хочу, чтобы у меня на щеках были какие-то там темно-коричневые пятна. В остальном, в остальном он мне нравится. Очень классный бронзер, очень хороший, он не пудренный какой-нибудь, то есть кистью проводишь и нет такого вот облачка пудры какой-то вокруг. Хороший бронзер, я действительно рекомендую, но, конечно, если бы я его покупала отдельно за 28 долларов, меня бы, извините, задавила жаба, это очень дорого. То есть, если у вас есть возможность купить его как-то подешевле или вот так вот в наборе, то это очень классный вариант. Следующий продукт это хайлайтер, который называется High Beam. Он идет в такой вот коробочке и когда вытаскиваешь в коробочке, то это выглядит как лак для ногтей. Упаковка действительно очень напоминает, потому что здесь внутри вот такая кисточка, как и в обычном лаке. То есть, так вот аккуратно его наносишь на кожу и дальше уже пальцами распределяешь или кистью, кому как удобнее. Я пальцами это делаю. Очень мне нравится, очень красивое, деликатное сияние. То есть, если я раньше использовала все свои пудровые хайлайтеры, то я все забросила, использую только его. Опять же, как я уже говорила, все эти продукты у меня сейчас на лице. Может быть, на камере это не так заметно, но я в огромном восторге. Очень красивый хайлайтер, очень дорого выглядит на лице. Не создает, естественно, никакого пудрового эффекта, как это делают, собственно, пудровые хайлайтеры. Очень классные, абсолютно не жалею. То есть, я немножко сомневалась, что он будет так хорош, но это абсолютный мой мастхеф, я его просто обожаю. Коробочка туши выглядит так, тушь сама выглядит так. К сожалению, больше ничего показать не могу, потому что действительно не хочу, чтобы она у меня сохла и без дела, пока я пользуюсь другими. Как только попробую, обязательно расскажу, что думаю по поводу этой туши. И последний продукт из этого набора. Это вот такой вот карандашик, называется Glided. И оттенок этот мандариновый золотой. У меня сейчас этим карандашиком подведено нижнее веко. Что я могу о нем сказать? Он достаточно мягкий, он хорошо пигментированный, им легко нанести цвет. Ну, в принципе, у меня никаких нареканий нет. Единственное, что я немножко сомневаюсь насчет того, как использовать его, обводя губы. Но, как бы, хозяин барин. Оттенок сейчас постараюсь показать. Не знаю, как камера передаст. Картонку, которая держала все продукты. То есть, вот, ее можно извлечь и использовать косметичку уже по прямому назначению. Достаточно вместительная, так вот, если посмотреть по отношению к размеру головы. Очень неплохая косметичка, и все это можно туда сложить. Также упомяну подарки, которые получила вместе с покупкой. Это было 4 пробника парфюма. 2 мужских, 2 женских. Ну, как бы, что можно сказать о пробниках парфюмов? Ну, пахнут. Вот, и еще было также 2 вот таких подарка. Это праймер под макияж от Smashbox. Называется Photo Finish Hydrating Oil-Free Primer. И вот такой вот Bobby Brown увлажняющий крем для глаз. Оба очень хорошие продукты. Обоим я действительно очень рада. Этот я использую как свой крем для глаз. Остальные пока временно забросила. Ничего не могу такого особенного сказать. Действительно увлажняет, действительно питает, очень приятный. И, ну, единственное, что я один раз им в глаз попала, тогда щипала. А так, очень хороший крем. И подумываю о том, чтобы приобрести себе полноразмерную версию. Праймерам тоже очень довольна, потому что увлажняет. Действительно помогает держаться макияжу дольше, чем обычно. И у меня очень сухая кожа в этой зоне, вокруг рта. И если есть какие-то шелушения, то он их как-то сглаживает, что ли. И помогает тональному крему лечь лучше. То есть, мне очень нравится. И когда закончится, я тоже куплю себе полноразмерную версию. Итак, я надеюсь, это ревью было для вас интересным и полезным. И оно помогло вам сложить какое-то свое мнение о представленных продуктах. Если у вас будет возможность где-то приобрести этот набор, то я действительно от всей души его рекомендую. Потому что это очень хорошее соотношение цены, качества и подборки самих продуктов в наборе. Следите за обновлениями в моем блоге, фейсбуке и твиттере. И как всегда, большое спасибо за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok